Все муравьи делятся на виды, но какой же выбрать? Есть тысячи видов муравьев, но многие из них сложны в содержании. Если вы нашли матку, то вы должны узнать ее вид, так как у всех видов есть свои особенности в содержании. Для этого есть отличный сайт antvid.org. На него можно перейти по аннотации, или если вы с телефона, то ссылка есть в описании. Мне, например, попалась матка Мирмика СП. Я не стал дальше разбирать вид, так как его надо узнать с должным оборудованием, о чем написано на сайте, и содержание у всех Мирмиков почти одинаковое. Есть специальная таблица, с помощью которой вы можете выбрать себе легкий в уходе вид. Например, мне попался Мирмика СП, а Игорь улазил в фламус. Когда узнали вид вашей матки, то тогда о их уходе надо посмотреть на сайте antclub.org.ru. Обязательно надо узнать количество маток, зимовку, питание, влажность, температуру и сложность содержания. Есть очень много видов муравьев. Например, под вид компонотусов из-под рода фармицин. Древоточцы живут в дереве и требуют пониженную, очень пониженную влажность. Или под вид катаглифисов, известных своей реактивной скоростью. Но они живут в пустыне, и им нужна высокая температура для нормального развития. Все неизвестные флормики, часто встречающиеся санитары леса, стреляющие кислотой. Или же мессоры, которые часто советуют новичкам и которые питаются семенами. Встречающиеся по всей России мирмики, имеющие жалоби, от которого может не сходить 4 недели. И, конечно же, всеми любимые листорезы, которым необходимы листья, которыми они кормят гриф для пропитания и охраны своей колонии. Вы должны выбирать вид не только, который вам понравился, но еще учитывать, сможете ли вы его содержать. Скоро будут влоги по моим колониям, тогда, когда появится нормальная камера. И выберите, какой голос лучше использовать для наших видео, мой или Игоря. Пишите хэштеги. Хэштег Максим Говорит Иль или хэштег Игорь Говорит Иль. Или же хэштег Говорите Через Раз. И это конец видео. Всем удачи, всем пока.